Мы с Ромкой никогда не дружили, просто перекидывались порой фраз на уроках, потому что сидели вместе и несколько раз созванивались. Да и то лишь потому, что англичанка задавала диалоги на дом. У неё была идея фикс, что класс надо сдружить, что это полезно дело языкового общения. Вот она и придумывала всякие задания, которые хочешь не хочешь, а приходилось делать сообща. Да, до сегодняшнего дня я вообще про Гаврилова ничего не знала, где живёт, если у него брятцы сёстры. А сегодня он явился в школу без портфеля и сразу к учительнице. Он говорил очень тихо, а вот Марина Владимировна вскрикнула. Да ты что, Ромочка, какой кошмар, иди, конечно. Как только Гаврилов ушёл, все воспросительно посмотрели на классную. Беда у них, ребята, Ромкина сестра вливалилась из окна, на высоко, первый этаж, но голову поранила. Вообще, она в больнице, без сознания. Класс застонал, а потом загудел. Кто-то вскрыт на задний парт. Ромкину сестронке три года ведь, никто не смотрел, что ли? Да, это мельки везде лизут, за ними не усмотришь. А если бы это 10 этаж был, может, чем помочь надо, спросила Соня Певченко. Может, и надо, задумчиво сказала Марина Владимировна. Я позвоню после урока Ромкиной маме и спрошу. А после урока был незапланированный классный час. Значит так, сказала Марина Владимировна. Помощь нужна, материальная. Потому мы сейчас в школе объявили, не повесим и напишем счет, на который можно деньги Ромкиной семьи переводить. Ромкиной сестры сделали рентген головы, обнаружили отек. Вы же знаете, у нас в городе больница не очень оснащенная. Надо в центр везти к хорошим специалистам. А на это сами понимаете нужны деньги. Так что вы дома поспрашиваете, может кто-то сможет помочь. И еще. Вижу, у меня люди компьютерные. В интернете все сидите. Вконтакте там, инстаграм, ватсап. Может, кто-нибудь объявлением разместит. Соня, Вадим. Вот только Ромина мама справки от врачей скопирует. Чтобы и вместе с объявлением выложить. А то сейчас столько жуликов развелось. Уже на лестнице я столкнулась с Ромкиной мамой. Правда, я не знала, что это она. Но сразу почему-то догадалась. Может, потому мы сейчас сжимала какие-то бумажки. А может, потому что чем-то смутно напоминала Ромку. Точнее, это, наверное, Ромка напоминала ее. А где здесь мой В? Тяжело дышать, спросила она. Я к Марине Владимировне. Бело как-то неловкости там и подслушивает. Казалось, что лезешь в чужую беду, которая хоть и рядом со всем, а все равно тебе не касается. Где бы достать денег, вот в чем вопрос. С мамой еще можно договориться, но мама далеко. Уже с янами не сказала. Стаса, присматривай за бабушкой, а то она может чудить. Я бы, может, и восприняла это все раз, но потом услышала разговор с Тоней. Присматривай за Стасей, пока нас не будет. У нее приходний возраст. Присматривай.